Боевые наши лети Севастополь, Севастополь 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 ПЕСНЯ 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 Я пью до дна за тех, кто в море. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня, как вы все знаете, день военно-морского флота России. Дорогие друзья, поздравляю всех служивых, кто служит, кто уже отслужил, всех, кто причастен к этому большому великолепному празднику. Желаю всем вам здоровья, счастья, удачи, чтобы в ваших домах и в наших тоже всегда был мир, чтобы счастье не покидало вас, чтобы ваши дети росли умными, здоровыми и красивыми. С праздником вас, дорогие друзья, с днем военно-морского флота. Ну, а мы начинаем с вами в этот красивый солнечный день, замечательный день. Путешествие по мосту. И пролетим мы с вами от арок в сторону острова Тузла. Посмотрим, что у нас здесь новенького, что у нас здесь старенького и так далее. Ну и вот мы начинаем с вами с седьмого участка. Летим на Зенька, на Зенька. И смотрим здесь, как выглядит мост без технологического моста. Ну, я думаю, что красиво. А то раньше сожалели мы, что вот его убрали некрасиво. А оказывается, все наоборот, даже красиво. Ну и вот остается вопрос у многих. А можно ли вот здесь вот не только подарками, а вот и между опорами проходить маломерным судам? Ну, не знаю. Но пока это запрещено, может со временем там. Хотя вряд ли мост такое дело. Ну и вот мы поднялись с вами повыше. И пролетаем возле арки. Посмотрим. Явно на Керченском направлении поработал электробалостер. Приподнимал рельсы. Потому что, видите, видно. Ну, здесь не очень видно. Зато видно, посмотрите, здесь и серебряные, и золотые рельсы, где был стык. Вот если присмотреться, на паузу нажать, видно. Ну, не то, что прям очень хорошо, но достаточно хорошо видно все это дело. Еще краска не облезла. Воспоминания свежи. Воспоминания свежи, дорогие друзья. Так, о чем я говорил? А, электробалостер поработал. Видите, я уже забываю. Потому что явно видно, что... Ну, вот видите, здесь еще люди работают. Вот сейчас мы... Посмотрите, ветер какой-нибудь достаточно сильный. Полетим дальше и продолжим мысль. Потому что здесь явно видно шпалы. То есть он вытащил из щебня рельсошпальную решетку. И здесь уже поработали, поработали, хотел сказать, люди. Поработали железнодорожники. Потому что приподнимали, где деформационные швы и рельсы. И возвращали шпалы на место. Сдвигали их вместе. Мы с вами видели, что балостер и... Железнодорожный кран работали с утра. Вот у меня, кто заходит в мою группу ВКонтакте. Там я выкладывал кусочек видео с пляжа. Как они вместе, только на разных путях, совершали эти процедуры. Ну, а здесь вот тоже хорошо видно. Давайте мы пролетим подальше. Посмотрим, сколько же здесь еще подсыпать. Потому что вот в предыдущем видео 35 вагонов, хопперов проследовало. Ну, я их заснял уже пустые. Проследовали они с керченской стороны. И поэтому, возможно, уже начинают подсыпать вторым слоем. Ну, пока я вот про это вам рассказывал. Кстати, хорошо видно деформационный шов. Видите, шпалы на место вернули. А немножко упустили из вида. Посмотрите, сколько уже демонтировали технологического моста. Это вот РМ-2. От Тузлы до 252 опоры. Два километра мост. И вот его теперь разбирают. Вот хочу сказать, что достаточно быстро. Вот особенно с этой стороны его разбирают. Ну, может быть и одинаково так. Но мне кажется, что вот с этой стороны темпы такие побыстрее набраны. И вот мы здесь видим с вами еще какие-то работы идут на мосту. Ну, много еще железнодорожникам подвозить песка кварцевого для пескоструйки. Потому что по-другому уже никак нельзя доставить технологически. Разбирают. А еще арку снизу пескоструить. Так что там еще какие-то люльки надо думать городить. Ну, я думаю, что уже придумали. И мы за этим с вами тоже понаблюдаем. Ну, даже мы с вами видели, как мешки разгружали на 252 опоре. Туда вниз уже подавали. Ну, и возможно уже скоро начнут. Так, ну, а мы потихонечку улетим с вами к острову Тузла. И вот если мы сейчас присмотримся поближе, вот с правой стороны, там намытый островок. Мои зрители еще в прошлом видео, когда мы на Тузлу с вами летали, его заметили. Я его тоже заметил, но как-то оставил без внимания. И вот Александр Михеев как-то написал мне, попросил обратить на него внимание. Ну, с удовольствием выполняя это пожелание, да и самому интересно. И пока мы летим над мостом, не уходим никуда. В конце мы увидим этот островок. Кто-то скажет, что он необитаемый, а нет, уже его заселили и заселили плотненько так. Так, ну, что у нас здесь? А здесь у нас все шпалы на месте. Вот здесь хорошо даже видно, как на деформационных швах шпалы сдвинули, потому что подсыпали щебнем. И работы вели, железнодорожный кран, собственно говоря, вот он вдалеке, если присмотреться, на острове Тузла стоит. Ну, подлетим и увидим его. Летел я уже вечером, рабочий день уже окончен. Ну, пока они вот на острове Тузла стояли, перекуривали, обсуждали планы на завтрашний день. Машин достаточно много по мосту, вот сейчас на данный момент больше из Крыма. Тут так волнообразно все идет, то туда больше, то туда больше. Ну, а сам факт, что пока, озвучивал я вам статистику, что пока в Крым въезжает больше, чем выезжает. И достаточно так, на большой такой, на солидный разрыв. Ну, едут все сейчас. Вот очень много едет. Уехала в Севастополь на празднование военно-морского флота дня. Там будет грандиозный парад. Вот интрига. В Питере грандиозный, все, наверное, уже видели, как идет репетиция, прошла с самолетами. Так, красота. Главное теперь, чтобы погода не подвела. А то, как вот в Москве на День Победы два года подряд отменяли воздушное шоу на параде. Репетировали хорошо, а на 9 мая низкие тучи и отменяли. Главное, чтобы такого не произошло ни в Питере, ни в Севастополе. Но по погоде вроде нормально. Ну, и вот мы подлетели с вами к острову Тузла. И стоит тепловоз, кран железнодорожный и две платформы у него. Раздвигал он шпалы, сдвигал на место, ставил, приподнимал. Ну, и еще, видимо, какие-то действия там делал. И вот он остров Тузла, дорогие друзья. Здесь у нас еще есть, посмотрите, есть еще материал. Ну, еще достаточно много, хотя уже все меньше и меньше становится его. И все больше и больше, обратите внимание, становится остров Тузла. Намыв с Черного моря идет такими хорошими темпами. Даже вот можно определить камнем, видите, отсыпано, облагорожено. Это был берег. И посмотрите, сколько уже намыло песка. На некоторых местах уже трава растет. Вот здесь, вот слева было. И вот, как я вам обещал, сюрприз. Впереди, видите, остров Невезения в океане есть. А здесь трава, как я и говорил вам. Давайте подлетим к этому островку, посмотрим. Ну, пока он еще не очень большой, но и не очень маленький по местным меркам. Ну, сам факт, что он все больше и больше становится, потому что вокруг уже мель. Сейчас мы это с вами хорошо увидим. В солнечной дорожке был в створе. Но сейчас мы немножко в другую сторону, чтобы его видно было получше. Пониже опустимся. И вот видно уже хорошо, и вокруг него от мель уже тоже песка намыло. Ну, и вот они, жители остров обитаемый. Посмотрите, сколько там чаек, бакланов. Гидровороны мы их называем с вами. А то уже как-то этот термин стал подзабываться. И вот, видите, даже где водичка, еще тоже сидят птички. Это говорит о том, что мелко-мелко там. Ну, вот такой у нас получился ролик, дорогие друзья. Еще раз поздравляю всех с праздником военно-морского флота. Здоровья вам, удачи, счастья. И до свидания. До новых встреч в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok